когда раньше я прогуливался около собора парижской богоматери и заходил вовнутрь я конечно поднимал голову наверх и смотрел на этот феноменальный сказочный совершенно орган где-то высоко где-то далеко но смотрел на него глазом обывателя я понимал что как профессионал мне даже не нечего на него смотреть потому что играть я на нем никогда в жизни не буду это что-то очень далекое недоступное это как знаете как принцесса диана как мерлин монро как иванка трамп что-то такое вот это но это большая ошибка так думать как оказалось мне один мой знакомый сказал а ты что хотел бы тут сыграть не знаю я об этом даже и не думал никогда это же невозможно почему невозможно все возможно знаете как говорит как говорится все мечты сбываются нужно только расхотеть вот он говорит знаешь пришли ко мне пару своих дисков я там дам их послушать кое-кому а чтоб сыграть концерт в соборе парижской богоматери тебя должен услышать кто-то из троих великих кто там работает если кто-то есть они скажут да то ты сыграешь там концерт все очень просто оказывается вот ну передать диски несложно но надо чтобы кто-то их все-таки послушал хотя бы три минуты хотя бы две минуты вот это самое сложное но как-то это прошло я передал два диска один из них был диск с моими собственными тремя органами симфониями вот существует такой диск вот я вам даже покажу вот и наверное я получил здесь в своей жизни самый большой комплимент который только можно себе представить тот кто это послушал он написал моему знакомому имейл а знакомый уже переслал его мне и там было написано так послушал три симфонии твоего приятеля три раза подряд то есть 3 умножить на 3 это будет 9 вот считайте что он 9 симфоний каждая почти по полчаса если не больше прослушал сразу без перерыва большего комплимента я конечно никогда в жизни не получал и похоже уже не получил вот ну и через какое-то время был назначен мой концерт мне прислали несколько дат удобных сказали вот выбери какое ты хочешь и давай приезжай я выбрал вот к этому концерту я таки готовился я таки волновался потому что несмотря на то что до этого я уже играл в очень знаменитых местах я играл например в кельнском соборе уже до этого я до этого играл в лондоне в сант поле вот но вот это слово собор парижской богоматери вообще на советского человека на русскоязычного ну действует как то очень магически и становится страшно от одного этого факта я волновался я чтоб со мной ничего не случилось чтобы вовремя прилетел самолет чтобы он не задержался если у меня была первая репетиция 8 или в 9 вечера в пятницу то в четверг утром я уже приперся потому что я боялся чтобы ничего не произошло вот пришел я на репетицию начал а меня встретил мой ближайший друг эдик аганисян совершенно феноменальный органист сказочный я всегда его называл паганини за органом да он и выглядит внешне тоже как паганини вот и он конечно помог мне это не то слово там обстановка немножко напряженная там например когда ты идешь к органу садишься за орган там все время сидит какой-то человек который на тебя смотрит вот чтобы чтобы я не знаю чтобы я на органе танцевать не начал еще что-то или не прикуривал не тушил сигарету об орган я не знаю с какой прикинуть это очень не очень приятно и вообще есть какая-то аура такая тяжелая немножечко и вот эдик аганисян он помог мне он во первых он меня вдохновлял он мне помог с регистровкой он ускорил этот процесс а там орган огромный а регистровку надо сделать быстро за один вечер почему потому что на завтрашний день это как бы еще репетиция ты должен сыграть всю свою программу целиком от начала до конца и и записывают причем ее записывают не на микрофон а там такая электронное устройство в органе что он записывает ее так что он может ее сам сыграть потом вот как механическая пианино то есть ты можешь завтра или не прийти на концерт вообще или прийти на свой концерт в зал и слушать орган сыграть сам но лучше конечно прийти и сыграть самому вот причем если ты переиграл программу на одну две минуты положенных тебе могут снять произведения так там строго поэтому выбираешь дома готовить выбираешь программу фактически секундомером потому что не доиграть много жалко а переиграть опасно могут снять вот такая обстановка вот явился я на концерт уже так сказать воскресенье все как положено честно говоря беспокоился волновался обычно это не очень для меня свойственно а тут что-то задело вот и тут произошла история казус которую даже эдик аганисян стоявший все время рядом со мной и ассистировавший мне даже он этого не заметил вот если он это услышит он услышит это сейчас в первый раз во время исполнения программы я был очень сосредоточен я был очень серьезен я был очень я даже не знаю какое слово подобрать вот вдруг где-то через несколько минут минут через десять со мной случилась такая неприятность на меня вдруг нашел жуткий смех истерика истерика не просто смех а истерика хохота меня начало трясти играл я просто на автопилоте и самое страшное было не показать не сделать вид чтобы никто не заметил что я хохочу то есть даже эдик который стоял рядом так этого не увидел что происходило со мной в этот момент спрашивается чего я так смеялся что случилось что смешного а случилось вот что я вдруг во время исполнения может быть от всего этого напряжения и ситуации я вспомнил эпизод из фильма операция и когда пуговкин рассказывает что их строительное управление построила столько домов что если поставить один один они будут в три раза выше чем эйфелева башня и в четыре раза выше чем знаменитый нотр-дам-де-пари что означает собор парижской богоматери а тот смирнов спрашивает какой какой матери пуговкин говорит парижской и тут крупным планом его лицо богоматери вот это я вспомнил в этот момент и меня начало трясти как я вышел из этого состояния я не знаю но никто ничего не заметил концерт был благополучно закончен вот я даже так сказать после этого концерта я был под впечатлением самого факта я сочинил такой четверостишье концерта в нотр-даме ждал полгода я три дня хозяйничал я в этом здании теперь не только внешне квазимода я ну и по внутреннему состоянию вот через несколько через пару лет я снова играл концерт нотр-дам-де-пари и снова я приехал рано и снова беспокоился приехала моя жена мой ребенок первый раз жена тоже была со мной вот и тут случилась мягко сказать неприятность когда я ехал в метро на репетицию у меня прямо на глазах вот у меня прямо на глазах меня обворовали я видел но я ничего не мог сделать я был в оцепенении то есть там была очень значительная сумма денег и самое главное там была банковская карточка там о водительских правах я уже не говорю это чепуха всю то есть нужно было в этом состоянии сообразить как эту карточку отменить и куда звонить и и что делать то есть состояние было жуткая совершенно ужасное то есть для меня париж в этот момент кончился его не стало а ведь это был город мечты это город чудо это это передать словами нельзя что такое париж вот он оборвался для меня в одну минуту ну что делать играть то нужно потом было это вторая репетиция запись все это без настроения уже моя жена и сын после этого просидели полтора дня в гостинице даже противно было на улицу выходить в париже приехав в париж сидели в гостинице не выходя на улицу ну в общем совершенно ужасное состояние ну вот уже надо играть идти играть а у меня есть такая привычка я выключаю телефон мобильный в самый последний момент вот перед каким-то мере мероприятием когда его нужно выключить я выключаю его скажем за одну минуту до этого мероприятия я всегда жду чё-то я всегда думаю сейчас мне позвонят что-то важное вот и мне уже показывает там наверху возле органа показывать мне на часы и давай иди иди играй я достаю телефон чтобы его выключить в этот момент звонок я быстро алё 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 мне так спокойно говорят на иврите шалём зод шуля ехимович о боже мой я быстро выключил этот телефон я как вот как с небес свалился не буду говорить куда вот шула ехимович это председатель одной из израильских партий и вот это она решила в агитировать меня голосовать за нее вот настроение совершенно аховое мало того что меня так обокрали жестоко еще шула ехимович и вот все вместе не знаю как я сыграл как ты на нас сыграл хорошо или плохо или очень плохо или средне я не знаю вот такая история моих выступлений в нотр-дам де пари что в переводе означает собор парижской богоматери не исключено что я буду там играть третий раз все-таки от этого отказаться очень сложно но буду по городу ездить ездить в бронетранспортере вот единственное о чем я жалею что не вовремя умер виктор гюго какие сюжеты он потерял не вовремя умер Продолжение следует...